В эфире новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. Но в начале выпуска коротко об основных событиях. Более семи сотен наборов масок для многодетных семей передал в Ленинский городской округ губернатор Подмосковья. Конечно, огромная благодарность. И люди ее всегда выражают. И, безусловно, выражаем ее мы. В районном историко-культурном центре состоялось мероприятие, посвященное памяти краеведа Михаила Кудрявцева. Михаил Николаевич вел экскурсию. Это был не просто талант. Это было талантище. 14-летняя жительница Ленинского городского округа Анастасия Ашуркова изобрела портативный безлинзовый тренажер для глаз. Изначально это все было сделано из хлопушки и старой папки. И это все работало и действительно могло исправить зрение. Губернатор Московской области Андрей Воробьев передал в Ленинский городской округ более 700 наборов масок для многодетных семей. Коробки с масками были доставлены в помещение, где располагается общественная палата. В сегодняшний день мы начинаем выдавать наборы для нуждающихся через активы волонтеров под руководством глав и начальников терророделов, которые сформированы недавно на территории Ленинского городского округа. 705 комплектов, в каждом по 20 масок. Какие из многодетных семей их получат, решило Управление социальной защиты. Кроме того, помощь будет предоставлена семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. С первой недели объявленного карантина наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев оказал помощь людям, которые нуждаются. Это люди разных категорий, как мы с вами уже убедились. Конечно, огромная благодарность. И люди ее всегда выражают. И, безусловно, выражаем ее мы. На сегодняшний день получат у нас 31 семья маски. Две семьи получат многодетных. И, соответственно, от 0 до 6 у нас наборы в трудной жизненной ситуации, кто отказался. На сегодняшний день получают наборы регулярно. После того, как коробки с масками попадут в территориальные отделы, с помощью волонтеров наборы будут доставлены адресатом. Закончить работу планируется в течение двух дней. 9 июня родился основатель краеведения в Ленинском городском округе Михаил Кудрявцев. Его нет с нами уже 13 лет, но память о нем жива. Сегодня в репортаже Юлия Погосяна люди, которым посчастливилось поработать с Михаилом Николаевичем, поделятся своими воспоминаниями о великом архивисте. 9 июня весь мир отмечает Международный день архивов. Символично, что именно в этот день родился наш герой – знаменитый видновский архивист Михаил Кудрявцев. Всю жизнь он посвятил истории и сбору информации. Долгие годы проработал в архиве президента, а в середине 90-х начал свой профессиональный путь в тогда еще Ленинском районе. Владимир Меншов в те годы руководитель видновской дирекции киносети вспоминает, как проходило его знакомство с Кудрявцевым. Когда мы запустили кинотеатр и стали проводить общественную работу, мы стали дружить на постоянной основе. Он рассказывал интересные вещи о документах, рассказывал очень привлекательно, эмоционально. И надо сказать, у него была такая черта, когда он мог заинтриговать зрителя. И повествование у него всегда было довольно интересное. О повествованиях Михаила Николаевича ходят легенды. Многие, кто с ним соприкасался, отмечают, что он – оратор от Бога. Михаил Николаевич вел экскурсию. Это был не просто талант, это было талантище. Настолько ярко, образно, театрально, красиво и с глубоким знанием темы. Он говорил, что все сидевшие в автобусе сидели широко, открыв рот. А когда заканчивалась такая экскурсия, то были аплодисменты. С Владимиром Меньшовым Кудрявцев работал в нескольких проектах. Один из них – программа на телеканале «Видное ТВ». Вместе с журналистом Людмилой Медведевой они делали передачу о родном крае. Вообще Михаил Кудрявцев стал основоположником краеведения в муниципалитете. До него никто не собирал информацию об истории района. Поднимал архивы и общался с ветеранами, которые делились с ним воспоминаниями. А после излагал все это в книгах и статьях. В основном все книги, которые написаны в нашем районе, они написаны по информации Михаила Николаевича, который он скрупулезно, сидя в архивах, собирал все. И сейчас вот это достояние нашего района. Мы все должны знать нашу историю. И спасибо ему огромное за то, что он столько времени, столько сил и с такой любовью собирал всю эту информацию и делился ею с нами. Плодотворная работа у Кудрявцева сложилась и с Алексеем Плотниковым, которого в краеведение привел наш герой. Вместе они написали не одну статью для областной газеты «Калита». Они вообще много чего делали вместе. С Михаилом Николаевичем мы работали над многими проектами. И, конечно, прежде всего над историей Видновского края. Я радуюсь тому и, наверное, горжусь тем, что вместе с ним я не одну статью перелопатил. Он приходил ко мне с готовыми статьями, а я над ними работал. Михаила Кудрявцева не стало в 2007 году. И, как отмечает Алексей Плотников, с ним ушла целая эпоха. Эпоха культурно-исторического взлета Ленинского района. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно.ТВ. Центр социального обслуживания «Вера» оказывает услуги по большей части инвалидам и пенсионерам, а они сейчас находятся на самоизоляции. Их посещают социальные работники, но в здании центра никаких мероприятий не проводится. Хотя одну услугу тут все же можно получить. Объявление на воротах Центра социального обслуживания «Вера» однозначно объясняет. Учреждение закрыто в связи с известными событиями. В коридорах непривычно пусто, но жизнь здесь продолжает кипеть. С первых дней особого режима в учреждении работал колл-центр, а социальные работники ни на день не оставляли без помощи своих подопечных, инвалидов и пожилых людей. Я с очень большим уважением отношусь к тем людям, на которых я, скажем так, посмотрела в трудной жизненной ситуации, в кризисной ситуации. Каждый из них мог сказать, что, вы знаете, меня не интересует, что там у вас в центре, какие у вас есть дела и поручения. Вот я где-то немножко болею, я сейчас возьму больничный, я отсижусь, чтобы сам не заболеть, не заразиться. Но никто так не поступал. Практически все наши работники, они выходили на работу каждый день, каждый день выполняли вот эту важную работу по обзвонам, по оказанию благотворительной помощи, потому что у нас еще были благотворители. Но даже в это время одна услуга в учреждении все же оказывается – прокат средств реабилитации. Ведь даже во время пандемии люди, увы, получают травмы. В мае обратилось 15 человек. И мы всех обслужили в период, конечно, этого режима, естественно, соблюдая все меры предосторожности. В основном пользуются, конечно, спросом – это коляски, костыли и ходунки. На складе находятся около 70 различных устройств для реабилитации. Чтобы пользоваться оборудованием, необходимо подписать договор, что занимает не более пяти минут. Потребуется только паспорт. Она открывается вот так. И также она закрывается одним движением. Сделать заказ на оборудование можно как традиционным способом по телефону, так и с помощью современных гаджетов. Заказать средства реабилитации можно и с помощью мобильного приложения. В фойе центра «Вера» находится вот такой макет мобильного телефона. И давайте попробуем сделать это прямо сейчас. Итак, прежде всего заходим в приложение, нажимаем кнопку «Выбрать». Нам снова предлагается выбор, на этот раз «Города и учреждения». В нашем случае это «Видное». Название «Веры» появляется сразу после этого. Нажимаем кнопку «Продолжить». И перед нами появляется список того, что можно взять в прокат. Взять оборудование в прокат можно не только для себя, но и для родственника. Специалисты центра отмечают, что спрос на эту услугу постоянно растет. У меня июнь уже пошел. Сколько заявок, смотрите, уже июнь. Уже вот. Девять уже. Еще июнь не закончился. Секрет роста популярности проката средств реабилитации не только в простоте их получения, но и в цене. Эта услуга востребована сейчас для тех людей, которые, скажем так, оказались в сложной жизненной ситуации по причине заболевания тяжелого или, допустим, полученной травмы и не имеют возможности покупки дорогостоящего оборудования. Поэтому они у нас могут получить в пункте проката за, в общем-то, символические деньги на срок до 30 дней техническое средство реабилитации в прокат. Средняя стоимость услуги проката – это 10 рублей в сутки. Если неприятность случилась, в центре «Вера» всегда помогут. Даже в это непростое время. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. 14-летняя жительница Ленинского городского округа Анастасия Ашуркова изобрела портативный безлинзовый тренажер для глаз. Ее идея удостоена первого места на Всероссийском конкурсе детских изобретений. Пообщалась с юной изобретательницей наш корреспондент Наталья Буслаева. Своё изобретение тогда еще 9-летняя Анастасия Ашуркова придумала для младшего брата Жени, у которого были проблемы со зрением. Мальчик уже устал ездить по врачам, тем более никаких результатов это не приносило. И вот за дело взялась старшая сестра. Сконструировала прибор, способный исправить зрение в домашних условиях. Изначально это все было сделано из хлопушки и старой папки. И это все работало и действительно могло исправить зрение. После того, как мой брат занимался, у него действительно шел процесс. Технически оформить тренажер Насте помогла мама. Здесь, например, два режима, когда там был только один. Точнее, здесь даже их три. И именно так, из обычной идеи, это пришло к этому тренажеру. Тренажер для глаз под названием «Личи и Грай» – это две трубки, вставленные одна в другую. Внутри два изображения. Их помогал выбирать Женя. При вытягивании одной трубки фон отдаляется, и глаз фокусируется на той картинке, которая приближается. На тренажере необходимо заниматься около трех минут в день. Результат был заметен уже через несколько месяцев. Я стала четче видеть картинку, когда, например, смотришь у нас из окна вдаль, или пишешь у нас домашние задания задают, и ничего не размывается. Дальнейшим продвижением тренажера занималась мама Насте. Ольга Ашуркова сама инженер-изобретатель. Она разрабатывает различные методики по обучению детей инновационным способом проектирования. Когда мы получили заключение о том, что прибор действительно оказывает хорошее влияние на аккомодацию целярных мышц глаза, соответственно, мы обрадовались, и я стала думать о том, что вручную уже делать довольно-вольно сложно. Прибор дорабатывали с офтальмологами, а также с педагогами. Нужно было сделать так, чтобы детям было интересно заниматься. Как будто вы смотрите на точку на стекле, ну такой старый прием, да, а потом смотрите вдаль. Желательно заниматься по очереди. Сначала одним глазом, закрывая один, потом другим. Патент на изобретение был получен в 2015 году. Теперь портативный безлинзовый тренажер для глаз можно приобрести в интернет-магазинах. Продано уже более 5000 экземпляров. Прибор поможет детям лечиться с удовольствием и при любой возможности делать полезные упражнения для глаз. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова